Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами Наталья Рябчикова. Я однократно замечала, что люди любят крайность. Белые, черные, они не видят всего спектра. Поэтому на волне углеводов и зло кето-диета стала одним из трендов. Интересно, что такая диета привлекла внимание очень большого количества людей. Назвали ее именно кетогенная. Якобы она от слова выработка большого количества кетоновых тел, то есть кетоны генерирует. Применялась она для лечения эпилептиков. В большинстве случаев обычно суть диеты заключается в том, что жир замедляет переваривание пищи. Меньше хочется есть. Есть психологическое преимущество в такой диете. Ешь сколько хочешь, белков с жирами. Минусы. Ограничение продуктов. Конфетки, шоколадки, хлебушек. Нужно сказать сразу до свидания. Еще один большой минус. Тяжелый переход. Кетогрипп, усталость, головные боли, желание покушать сладкого. Будет непросто. Еще один из минусов. Если вы занимаетесь высокоинтенсивными видами спорта, то такая диета вам скорее всего не подойдет. Обычно рекомендуется придерживаться хотя бы полгода такой диеты. Если она вам не подходит, конечно же бросайте в первый день. Для многих кетодиета это именно та диета, которую они искали долго. В том числе и для меня. А вот для кого-то переход даже не вызывает никаких сильных последствий. Они очень быстро входят в кетоз. Просто таким можно людям позавидовать. Спасибо большое, что дослушали.